Всем привет-привет! С вами Ольга Карпович. И сегодня у меня совершенно другая тема. Нет, не о продукции, не про новинки, не про какие-то свои покупки. А сегодня мы поговорим с вами на тему бизнеса. А именно я почему-то очень часто сталкиваюсь в последнее время с таким возражением, даже вот с таким вопросом, почему я не расту, почему кто-то растет. Я не расту. И этот вопрос касается не только Фаберлик, это касается вообще всех, кто пытается или же вот работает в какой-то сетевой компании. Поэтому вот расскажу сегодня, можно сказать, свой опыт, свои какие-то выводы. И, как говорится, лучше свои ошибки проговорить, чтобы кто-то другой их не делал, чем держать всё в себе. И я всегда говорю, что лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Конечно, свои ошибки будут, без этого никак. Это, как говорится, жизнь. Но где можно подстелить соломинку, лучше подстелить. Итак, ещё раз повторюсь, почему я не расту. Сначала, наверное, поговорим в общем. Значит, первое, что вы должны знать, почему может быть какой-то застой или почему вы не растёте, это, конечно, выбор компании. Потому что я в Фаберлик вот уже скоро 10 лет. До этого я была в другой сетевой компании 2 года где-то. То есть, можно сказать, вообще опыт сетевого. У меня 12 лет, и это на самом деле важный фактор. Выбор компании. Компания должна быть именно продуктовой. И чем мне нравится Фаберлик, это то, что у нас огромнейший ассортимент. Если кто-то не в курсе, но мне кажется, таких уже и нет, что у нас не только косметика, парфюмерия. У нас уже давно косметика для дома, которую даже бытовой химией назвать нельзя, потому что это всё экологически чистые продукты. Сейчас у нас недавно появилась вообще серия Гринли, которая идёт для астматиков-аллергиков и рекомендуется именно для тех, у кого жёсткая вода. Ну, у нас, наверное, у всех жёсткая вода нынче. Также есть одежда, бельё, различные аксессуары, витамины. И буквально недавно у нас появилась такая категория, как продукты, как, можно сказать, полезные продукты, которые разрабатываются специалистами. И этот ассортимент постоянно увеличивается, увеличивается, увеличивается. Вот сейчас у нас есть каши, супы, различные батончики, вот кетчуп появился, кофе в новом каталоге, соль и так далее и тому подобное. Это всё будет расширяться, расширяться, расширяться. И вы сами видите, что не нужно делать дома никаких складов, никаких магазинов. Никто никого ни к чему не призывает, не заставляет. Но мы все знаем, что любая сетевая компания платит за какой-то товарооборот. У нас это всё выражено в баллах. Поэтому мы всё равно это бы где-то покупали. Почему бы это всё не брать у себя? Мне очень нравится пример, и я его всегда привожу. Вот, к примеру, у вас, допустим, мясной магазин, к примеру. Но, извините, вы же не пойдёте к конкуренту покупать там, допустим, там, не знаю, ребрушки, или там колбасу, или фарш и так далее, если у вас у самих такой магазин. То же самое и здесь. Зачем где-то покупать в конкурентах, если всё-всё-всё можно купить здесь? Это, можно сказать, первый. Дальше. Почему может быть ещё застой? Если работаешь самостоятельно, не в проекте каком-то. И, конечно, это ещё зависит от того, в каком вы проекте. Что собой представляет проект? Есть ли у него какие-то обучения? Есть ли у него какая-то своя система, где всё-всё-всё разложено по полочкам, когда ты не, как говорится, не один в поле воин, а когда работает всё системно, когда есть помощь наставника, связь с наставником, связь с директором, связь с вышестоящим директором, допустим, там, руководителем проекта и так далее, и тому подобное. Есть ли в этом проекте какое-то именно развитие женщины как личности, то есть какой настрой в проекте, какие взаимоотношения в проекте. И вот это играет очень важную роль. Когда ты сам, поверьте, это очень и очень тяжело, когда не к кому обратиться, что-то где-то читаешь на сайте, где-то, я понимаю, что есть такое выражение «Google помощь». Я согласна, но когда ты будешь распыляться, то там что-то посмотрел, то там, то там, то там, время идёт, а результата ноль или вообще нет. Поэтому роль проекта в данном случае очень и очень огромная. Ну и, конечно, ещё немаловажен это наставник. Какой у вас наставник, какой человек, к которому вы пришли, как вы с ним общаетесь, на одной вы, можно сказать, волне, как он вам по духу, приятен, неприятен. Может, он сильно высокомерен, может, он чуть что там обучит, там обучит. А ещё лучше есть такие наставники, которые говорят, ой, знаешь, я так не работаю. Вот вы, допустим, задаёте вопрос, а она говорит, нет, я так не работаю, я работаю так-то, так-то. То есть вы хотите, как говорится, идти в ногу со временем, что-то где-то обучаться, что-то где-то делать, а в итоге спросить, кто не у кого, потому что у вас наставник так не работает. Поэтому это тоже даёт застой. Ну и, конечно, сами вы, ваше позиционирование, ваш настрой, какой вы человек, оптимист, пессимист, как вы ко всему относитесь. Ну и те, жалуетесь, пожалейте меня, я и то делаю, и всё делаю, но роста нет. Вот, допустим, сейчас у нас, ну, правда, ещё прохладно, но скоро май. Сейчас начнутся различные огороды, дачи, потом лето начнутся, грибы, ягоды и так далее и тому подобное. Я везде, но в итоге я нигде. Мы от всего этого отказались. У нас в приоритете бизнес. Мы хотим лучшей жизни. Мы не хотим распыляться на какие-то определённые действия. Как я всегда говорю, всё можно купить. Главное, чтобы было за что. Поэтому я зарабатываю деньги, чтобы себе, как говорится, ни в чём не отказывать. Но не хочу показаться, что я здесь такая умная. У меня сейчас всё шикарно. Ещё раз повторюсь. Я в компании 10 лет. Да, у меня огромная личная группа. Да, у меня есть доход. Да, у меня уже два выросло директора, которые сами сопровождают структуру. Один директор открылся. Но это на мой доход не влияет. Как говорится, это наоборот увеличивает мой доход. Это облегчает, можно сказать, мою жизнь. Потому что у меня более 4 тысяч уже людей в структуре. Представьте, если бы всё-всё-всё делала я. Это, не знаю, это надо было бы жить в интернете, в телефоне, в компьютере и так далее и тому подобное. А из-за того, что много бизнес-партнёров, которые растут, которые появляются новые, конечно, это облегчает тебе жизнь. Ты уже можешь где-то распределить обязанности. Но это было не сразу. Поэтому вот эти нюансики я тоже хочу вам рассказать. Значит, кто-то скажет, серебряный директор за 10 лет. Это как бы очень долго. Кто-то скажет, что это, в принципе, нормально. Знаете, я и соглашусь, и нет. Почему? Потому что мы, вот я, мой наставник и ещё другие партнёры с параллельных структур, когда мы начинали, мы, можно сказать, были в самом начале, когда Фаберлик только заявлял о себе как сетевой компании вот именно в нашей стране, в Беларуси. И мы, в принципе, не знали ничего от слова совсем. Потому что, как я уже говорила, хоть и была раньше в сетевой компании, но там, я не стесняюсь этого слова, я реально была просто продавашкой. Ну что мы? Что-то где-то покупали, что-то где-то кому-то показывает каталог, что-то где-то на продажу, что-то где-то на акциях, то-то-то-то-то всё. И в итоге всё. И точно так, да, я знала, что регистрировать людей и что-то где-то будешь иметь, но мои люди работали точно так же. И можно сказать, точно так же, я когда перешла в Фаберлик, точно так же я и работала. И понадобился не один год, когда каждый из нас что-то где-то пробовал. Мы работали, как и все. Хотя я знаю, что некоторые до сих пор там так работают. Куча страничек, рассылка, потом блокируют эти странички, руки опускаются, роста нет, и так далее и тому подобное. И никто ничего заказывать не хочет. Ну, было очень много различных нюансов. Мы все через это прошли. И вообще, когда мы начинали, Фаберлик был, ну, обычной косметической компанией, что у нас были, ну, кремики различные, водички туалетные и всё. То есть, как и в обычной сетевой. Затем, да, начал расширяться ассортимент и стало намного проще. То же самое, стартовая программа была, во-первых, 5 шагов, во-вторых, 50 баллов. Кто знает что-то такое, понимает, что новый покупатель сразу 50 баллов сделать, это нереально. Поэтому, сами понимаете, люди сливались. Дальше, не было никаких повторных акций от самой компании, не было акций для наставника. Вы все знаете, у меня на YouTube канале есть, что я за прошлый год получила в подарок и пылесос, и мультиповар, и набор постельного, и набор полотенец, и много всего. И, как говорится, всё уже не вспомнишь. А, ещё премию 300 рублей, что я купила, что захотела. А раньше такого не было. Как говорится, росла, развивалась, расширялась компания, росли вместе с ней. Плюс, когда мы начинали, не было волшебных мессенджеров, не было Вайбера, не было Телеграм, не было Ватсап. То, одним словом, не было того, что сейчас нам помогать. Нет, конечно, я не оправдываюсь. Я очень рада, что 21 век вовсю шагает. Он показывает, что совсем другой мир. И очень жалко, что некоторые сетевики остаются ещё там, далёких, нулевых. И работают по старинке. Всё-всё-всё нужно изучать новое, не стоять на месте. И, как я всегда говорю, когда мы что-то где-то изучаем новое, что-то где-то пытаемся, что-то где-то обучаемся чему-то, в итоге наш мозг не атрофируется, а он постоянно вот эти вот, как говорится, извилины, что-то где-то думает, что-то где-то придумывает. И на этом, можно сказать, даже жизнь становится интереснее. И сейчас, допустим, не обязательно иметь пункт выдачи. У нас очень много директоров в проекте, которые растут в интернете, работая дома. Да, нужна самодисциплина, нужно относиться как к обычной работе. То есть не два-три часа, а пять и восемь часов. Но здесь в чём суть, что, ну, всякое бывает где-то, ребёнок заболел, то всё. Тебе не надо ни у кого отпрашиваться. Ты сел-поехал, сел-поехал там к родителям, к врачу и так далее и тому подобное. Но ты знаешь, что ты вчера ничего не сделала, то, что нужно. Значит, завтра тебе нужно это всё наверстать. А может, наверстать даже вдвойном. Но тебя за это никто не накажет. Только максимум, что может наказаться, объёмная скидка будет у тебя меньше. Вот и всё. И, да, у нас есть директора, которые растут за два, за три года. И, допустим, за четыре года это уже будет серебряный директор. Но это уже, как говорится, из того опыта, что мы прошли, был создан проект нашим руководителям. И в итоге методом пробы ошибок были сделаны плюсы и минусы. И в итоге мы работаем в проекте. Как я всегда говорю, проект-партнёры. Думаю, вы его все знаете. Фаберлик – это продуктовая компания. Поэтому я не буду ничего повторять. Но ещё раз повторюсь. Нигде мы не ходим, ничего не продаём. Максимум можно где-то на работе показать каталог. И если человек делает большой заказ, можно предложить ему дисконтную карту. Ты можешь всё заказывать сама. Сейчас у всех современные телефоны. Везде есть интернет. У тебя личный доступ. Сама можешь, что хочешь, почитать, что хочешь заказать. В каждом городе есть пункт выдачи, да ещё и не один. Также, как я уже не раз говорила, мы работаем в современном проекте-партнёр, где есть всё. От сопровождения новичка до сопровождения на бизнес. Все виды обучения. Конечно, вебинары. Конечно, чаты. Чаты продуктовые. Чаты по сопровождению бизнес-партнёров. Есть школа, где обучают новой профессии. Затем вы выбираете метод рекрутинга, которым хотите работать. Мы его подробнее изучаем. И, как говорится, начинаем строить свой, хоть пока и маленький, но бизнес. И, конечно, невероятная сейчас идёт помощь от самой компании Фаберлик. Огромное количество различных акций для постоянных покупателей на повторную активность, какие-то денежные бонусы. есть различные акции для рекрутеров, то есть для тех, кто строит бизнес. Есть акции для неактивных, кто давно не делал заказ. Конечно, нам тоже нужно написать всем этим новым покупателям, но все отчёты есть. То есть мы, можно сказать, ничего не касаемся. Всё-всё-всё делает компания. Все отчёты. Всё это есть в личном кабинете. Всё бесплатно. Главное просто бери, как говорится, и делай. И, как я уже сказала, и отчёты, плюс бухгалтерию тоже всё полностью ведёт компания. Мы к этому ни к чему не касаемся. Ну и я знаю точно, что ни в каком проекте нет такого, можно сказать, не то что настроя, а вот такого обучения именно для нас, для девушек, для женщин, вот именно такого развития. У нас на фоне, на базе проекта есть женский клуб, который могут вступить даже обычные потребители. Его ведёт наш основатель проекта. И вот скоро у нас снова будет женский клуб по теме деньги. Я думаю, эта тема интересует очень многих. И где-то раз в квартал у нас постоянно проходят какие-то марафоны. Постоянно на различные темы. Конечно, я вам не могу всех раскрывать наших фишечек. Но поверьте, когда вы придёте к нам в проект, вот что-что, а скучать мы вам не дадим. Ваша жизнь приобретёт совершенно другой окрас. Вы станете сама по себе совершенно другая, проверена не только на мне, но и на всех моих девчонках. Ты начинаешь понимать, что у тебя куча различных пожирателей времени, что в принципе ты даже общался совершенно с другими людьми, что ты учишься даже вот кажется такое обычное слово нет, ты учишься его говорить, ты ставишь себя в приоритет, ты понимаешь, что нужно в первую очередь любить себя и многое-многое другое. И поверьте, вот благодаря этому всему у нас и появляется рост. И не могу я не рассказать свои ошибки, почему вот сейчас я понимаю, почему у меня где-то были застои. Ну, первое я вам уже сказала, мы работали старыми методами, плюс обучаться, сами понимаете, сейчас-то я это уже знаю, а тогда ну, как это, ой, не получается, ой, не то, не сё, вот вы не поверите, окажется, учитель первой категории, восемь лет стажа, но за время учительствования, благо я уже там восемь лет не работаю, я не создала ни одной презентации, ну, проще было сказать, я не умею, здесь, ну, не умеешь, ну, учись, гугл-помощь, вот и всё. В итоге сейчас и презентации, и провожу вебинары, и планёрки, и так далее, и тому подобное. Дальше, главная ошибка, которую не только, я думаю, повторяю все, не слушаем наставника, да, да, и ещё раз, да, мы не слушаем наставника, мы считаем, ну, в принципе, я работаю, ой, она говорит это сейчас, потому что у неё есть деньги, она может себе это позволить, и так далее, и тому подобное, вот когда я буду зарабатывать, как она, я тоже буду так делать, и вот эти все мысли просто подталкивают вас обратно, на несколько ступенечек обратно, и вы, не просто у вас застой, можно сказать, в бизнесе, а вы даже падаете, падаете в процентах, я всё это проходила, когда ты просто считаешь, считаешь, и думаешь, получится, не получится, получится, не получится, сейчас всё идёт просто автоматически, просто с воскресенья на понедельник, когда заканчивается каталог, и захожу в отчёт, и чтобы посмотреть свою распечатку, сколько я в этом каталоге заработала, и то я уже в воскресенье могу примерно прикинуть, потому что у нас всё чистая бухгалтерия, то есть ты знаешь все выплаты, ты знаешь маркетинг-планы, ты уже примерно можешь прикинуть, ну, конечно, если углубиться, то прям до копейки можно высчитать, сколько ты заработаешь, дальше то, что я говорила, ныть, постоянно себя где-то что-то жалеть, я такая бедная, несчастная, меня не обучили и так далее и тому подобное, извините, мы все взрослые люди, если что-то у тебя не получается, опять же, дубль три, гугл помощь, всё там можно найти, если уже не получается, спроси наставника, наставник тебе поможет, дальше, вклад в проект, хорошо брать вот так вот, всё готовенькое, то-то-то-то-то-то-то-всё, а в итоге свой какой-то вклад, ой, мне некогда, понимаешь, у меня там то офис, то-то-то-всё, в принципе, у всех есть какие-то свои проблемы, дела, у всех у нас есть семьи, родители, квартиры, дома, какие-то свои обязанности, но все же успевают, значит, в чём вопрос, что не умеешь планировать свой день, не умеешь распоряжаться временем, вот и всё, и я никогда, поверьте, я никогда не забуду первый свой полёт на самолёте, когда я закрыла звание старшего директора, мы полетели в Сочи на ассамблею, там я познакомилась с другими нашими директорами, и моё мышление, моё осознание даже моей жизни полностью перевернулось, полностью, и вот тогда я прилетела обратно с совершенно другим человеком, поняла все свои ошибки, во-первых, там были шикарнейшие обучения от компании, и вот тогда у меня появился даже не то, что надёжный партнёр, они у меня были, но знаете, как у меня был застой, так и у них, так же всегда, что люди повторяют, когда ты не работаешь, люди тоже расслабляются, это проверено сто процентов, ты приехала совершенно другая, ты приехала с другим настроем, с совершенным, можно сказать, другим человеком, плюс куча эмоций, шикарнейшие фотографии и так далее, и тому подобное, и люди это увидели, люди тобой зарядились, появились новые партнёры, новые ключки, которые так и говорили, я хочу быть как ты, я хочу работать как ты, и вот совершенно другим человеком начало работать совершенно по-другому, я поняла все свои ошибки, и вы как видите, что результат не заставил себя долго ждать, но ещё раз повторюсь, у меня в принципе был доход, поэтому свою скорость мы выбираем сами, и конечно, самое важное, наверное, всё зависит от вашей цели, от именно вашей цели, чтобы эта цель была ваша, не то, чтобы там выучить там, допустим, ребёнка там на платном, это ваша цель должна быть, что вы лично хотите, когда я начинала свой бизнес в Аберлик, я хотела автомобиль, у меня водительские права были давно, но я хотела автомобиль, я знала, какой я хочу, марку я не знала, но я знала, что там должно быть, какая она должна быть, и можно точь-в-точь такую я купила, за это время у меня уже второй автомобиль, который я купила благодаря компании Фаберлик, ну и конечно, моя жизнь поменялась полностью, опять же, на 180 градусов, поэтому, если моё видео, моя, можно сказать, такая исповедь, была вам полезна, буду рада за ваши лайки, буду рада за новых подписчиков, если есть какие-то вопросы, обязательно пишите, буду снимать на них видео, конечно, буду стараться снимать покороче, потому что как-то думала, вложусь минут 15, получилось как обычно, ну и тот, кто хочет работать в комфорте, попробовать себя в новой профессии, напоминаю, в современной профессии, заполняйте форму под этим видео, я с вами свяжусь, подключу к нашему обучению, и будем растить с вас нового моего директора, всем до скорых встреч, с вами была Ольга Карпович, бизнес проект партнер, пока.